Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41 канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Почему повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг не означает улучшение их качества? Расследование журналистов 41 канала. Как нужно питаться после 40 лет, чтобы сохранить здоровье и умственную активность? Условия Воронежской больницы скорой помощи номер один возмутили находящихся там пациентов. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Число заразившихся коронавирусной инфекцией на утро 6 марта по всему миру превысило 98 тысяч человек. Умерли 3 383 человека, выздоровели более 55 тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в Китае зафиксировали 143 случая заражения и 31 случай смерти. В остальном мире 2098 случаев заражения, 53 случая смерти. Вирус выявлен в пяти новых странах. Это Босния и Герцеговина, Гибралтар, Венгрия, Словения и палестинская автономия. За пределами Китая главными очагами коронавируса остаются Южная Корея, Италия и Иран. В парламенте Турции словесная перепалка сторонников и противников президента Турции Раджепа Тайпа Эрдогана закончилась массовой дракой. Поводом послужили последние события в Сирии. Началось все с того, что лидер оппозиционной народно-республиканской партии предложил начать переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Эрдоган назвал оппозиционера предателем. За этим последовали жесткие высказывания в адрес главы государства. На защиту эрдоганов стали депутаты возглавляемой им партией справедливости и развития. Когда все словесные аргументы были исчерпаны, в ход пошли кулаки. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламентов пришлось остановить. Новости республик бывшего СССР. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым. Об этом он сказал в эфире телеканала «Один плюс один». Однако, по словам главы Кабмина, возобновить подачу воды сейчас невозможно из-за оккупации полуострова. После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове начались проблемы с водой, поскольку Украина прекратила поставки по Северокрымскому каналу. В феврале 2020 года глава администрации Симферополя заявила, что запасов водохранилища хватит только на 100 дней. Однако, председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль эту информацию опровергает. Новости РФ Президент России и Турции Владимир Путин и Раджеп Ардаган договорились о прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб. Встреча двух лидеров в Москве продолжалась более шести часов. Прекращение боевых действий на существующей линии соприкосновения сторон будет объявлено с полуночи 6 марта. Кроме того, Россия и Турция создадут коридор безопасности шириной в 6 километров с северу и югу от трассы М4, которую будут совместно патрулировать. Путин и Эрдоган также договорились продолжать сотрудничество по урегулированию сирийского конфликта. В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. В указе градоначальника содержится требование для граждан, недавно побывавших в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции, Германии и Испании, обеспечить домашнюю самоизоляцию на 14 дней с момента возвращения в Россию. В частности, не ходить на работу или учебу и прекратить посещать публичные места. Гражданам, побывавшим в других странах, где были зафиксированы случаи коронавируса, предписывается сообщить о своем возвращении в Россию и оставить свои контактные данные. При появлении симптомов респираторных заболеваний они обязаны незамедлительно обратиться за врачебной помощью на дому. Работодатели должны измерять температуру работникам на рабочих местах, а тех, у кого она окажется повышенной, отстранять от работы. При необходимости также работодатель должен помогать сотрудникам обеспечить режим самоизоляции на дому. Новости нашего региона. С января этого года услуги за капитальный ремонт существенно подорожали. Вот только качество работ от этого не стало лучше. В этом убедились жильцы дома номер 48 по улице Никитинской. У здания, построенного в послевоенные годы, обновили фасад. А вот ремонт аварийной крыши с деревянными перекрытиями решили оставить на потом. Почему, узнавала Галина Жукова. Это наша крыша. Вот в каком тут все состояние. Вот, все сыпется. Все бревна, все гнилое. Вот, обращались по этому поводу. Получается, дому сделали фасад. Все, крыша пускай падает. Никому ничего не нужно. Такую картину мы застали после того, как в доме полгода назад сделали капитальный ремонт. Житель злополучной трехэтажки в самом центре Воронежа Алексей Парахин предупреждает, что находиться на чердаке здесь просто небезопасно. Здесь потолок у соседей обрушился, вот в этом месте, в ванной комнате. Многазетный отец Алексей Парахин, у которого трое детей, после такого капремонта в своем доме не живет. Говорит, что боится, что в его квартире, как у соседей, тоже обрушится потолок. Как только подрядчики взялись преображать жилой фонд на Никитинской, 48, стало только хуже. В подъезде море трещин было, и весь фасад был в трещинах. Что изменилось после капремонта? Фасад приукрасили. Просто замазали, покрасили. Насколько это хватит? А что здесь, вот они, потолки провисшие, трещины внутри подъезда, крыша вся гнилая, все полностью гнилое. Туда страшно подниматься. Такой капремонт обошелся жильцам дома не в один миллион рублей. К слову, смета работ составила 13 миллионов. Но главный вопрос – за что берут такие деньги? И почему, ежемесячно платя немалые суммы, люди вынуждены в итоге не улучшать свои жилищные условия, а лишь удивляться тому, как ухудшилась их жизнь после варварского капремонта? Эта трещина идет с комнаты по площадке и на соседнюю квартиру и на капитальную стену. Увеличилась она была как ниточкой, тоненькая. Во время ремонта она стала расширяться. Связано это с тем, что на первом этаже выкопали, как для сантехника, водопровод, канализация, узел управления. Яму на три метра глубиной. Клавдия Васильевна живет в этом доме более 40 лет. Исправно оплачивая коммунальные услуги, в том числе и взносы в фонд капитального ремонта, она недоумевает, куда уплывают народные деньги. Самая, я скажу, прямая отмывка денег. Поделили эти 13 миллионов. Здесь не стоит 13 миллионов. Я тоже на стройке работала, их знаю. Сейчас никакой контролирующей организации нет. Отмывают деньги, да и все. А что же с аварийной крышей, спросите вы? Ее в фонде капитального ремонта обещают отремонтировать, как только жители верхнего этажа обеспечат доступ к чердаку, ответили нам при службе. По словам пенсионерки Клавдии Парахиной, это лукавство. Лично она до ноября месяца, когда работники меняли фановые трубы на крыше, беспрепятственно их пускала, как и ее соседи. А вот сами подрядчики от увиденного на крыше были в шоке. Но, похоже, чиновникам проще все свалить на нерадивых жильцов, чем признать свою неправоту. Как следует, из официального ответа пресс-службы фонда капитального ремонта, жители квартир на третьем этаже отказались и от временного переселения в муниципальное жилье на период проведения работ капитального ремонта кровли, о чем свидетельствует акт от 19 июля 2019 года. Правда, сами жильцы говорят, что из четырех квартир верхнего этажа переселяться отказалась лишь одна семья. Остальные собственники никакие акты не подписывали. Люди опасаются, что если в ближайшее время не начать ремонтировать крышу, то может случиться непоправимое. Как говорится, не бойся капитального ремонта, а бойся его последствий. Да и красивая обертка снаружи может оказаться пустой изнутри. И каким бы прекрасным ни было ваше жилище, без прочной крыши оно может рассыпаться, как карточный домик. Галина Жукова, Александр Планин, 41 канал. Возмущенные пациенты Воронежской больницы скорой помощи выложили в интернет фотографии, сделанные в палатах, чтобы хоть как-то привлечь внимание городских властей. Пациентка больницы обнаружила на потолке палаты урологического отделения грибковую плесень разных цветов. Кроме того, по ее словам, в палатах холодно и сыро. Воронежцы, обсуждая снимки, пошутили, что это и есть природные антибиотики. При этом горожане начали вспоминать, в каких условиях им приходилось лечиться. Оказалось, что с похожими проблемами сталкивались и другие пациенты. Таким образом, в ужасном состоянии находятся еще несколько отделений БСМП номер один. По отделению травматологии бродят тараканы, а в пульмонологическом с потолка сыпется штукатурка. Медперсонал на жалобы пациентов не реагировал, пока в сети не появились ужасающие фото. Елена Цветкова, 41 канал. Всем известно, что после 40 лет у каждого человека кожа меняет свою структуру. Появляются многочисленные хронические заболевания, происходит гормональная перестройка и изменение обмена веществ. Особенно важную роль в этом всем играет питание. Если за одним столом собираются три поколения – дети, родители и бабушки, какое оптимальное меню подобрать? Отличается ли питание в 20, 30, 40 и 50 лет? Узнавали наши корреспонденты. Конечно, придерживаться правильного питания необходимо в любом возрасте. Но после 40 это становится как никогда актуально. Если в молодости можно позволить себе есть даже самые вредные продукты без особых последствий для здоровья, то в дальнейшем результат сказывается уже не только на внешности. Минуя 40-летний рубеж, организм человека начинает перестраиваться. Уменьшается физическая активность, что влечет за собой уменьшение мышечной массы. А это, в свою очередь, вызывает замедление процесса обмена веществ. Поскольку мышцы выполняют функции основного жиросжигателя, то не меняясь возрастом рацион питания, мы получаем увеличение жировых отложений. Белки должны быть обязательно в рационе человека любого возраста. Причем полноценные белки как животного, так и растительного происхождения. Что еще обязательно не менее 500 грамм фруктов и овощей в день. И особенно, на что нужно обратить внимание, на снижение продуктов, содержащих простые углеводы. То есть это сахар, это конфеты, это хлебобулочные изделия. Наукой доказано, что процесс увядания у всех вполне закономерен. Однако у каждого человека есть шанс прожить вторую половину жизни в радости и гармонии, наслаждаясь собственным физическим состоянием. Главное прийти к пониманию того, что правильное питание после 40 лет играет ключевую роль в сохранении здоровья и долголетия. Избыток сахара и соли по-разному влияет на организм. Если избыток сахара, он приводит к нарушению углеводного и липидного обмена, то избыток соли приводит к задержке жидкости в организме. И сейчас считается, что 30-40% артериальной гипертензии, которая у нас практически на первом месте стоит, просто постраненности среди сердечно-сосудистых заболеваний, 30-40% пациентов как бы солезависимы, и в то же время при лечении соли чувствительны. И доказано совершенно однозначно, что при уменьшении в пище содержания соли артериальное давление снижается, можно будет даже снизить дозу лекарственного препарата. Говоря о режиме питания в зрелом возрасте, надо сказать, что оно должно быть разнообразным и полноценным, включающим белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли. Для каждого возраста существуют нормы физиологических потребностей человека в пищевых веществах и энергии, которые утверждены Роспотребнадзором, подписанным Геннадием Анищенко еще в 2008 году. И эти нормы позволяют рассчитать примерно суточный рацион человека любого возраста, в том числе детей. Есть такая градация дети различных возрастов, мужчины-женщины различных возрастов, и группы людей в зависимости от тяжести труда. Вопрос здорового питания сегодня интересует все больше людей. И ежедневно его выбирают сотни людей в нашей стране и во всем мире. Смысл фразы «правильное питание» каждый объясняет по-своему. Как и то, для чего ему это нужно. Оздоровление организма, устранение каких-то вопросов, недочетов, снижения веса. Ну, какие-то моменты, которые уже присутствуют. Хотим исправить, поправить, улучшить. Возраст, он уже идет, и проблемы так или иначе либо возникнут, либо будут все угодаться. Но мы решили, что для восстановления сил, для поднятия тонуса. Алексей и Александр осознанно приняли решение взяться за свое здоровье. Начать решили с правильного питания и подобрали для себя оптимальную программу. В программу питания входит так называемое правильное питание. То есть, это отсутствие мясного, ну или минимальное какое-то присутствие курицы, отварное, рыба отварная, овощи, зелень. Ну, все менее калорийное, чем в обыденной жизни. Программа рассчитана на две недели. Далее Алексей и Александр ждет составление нового меню. По-прежнему здорового. От такого питания, говорят, в первые дни замечают улучшение здоровья, легкость и изменения во внешних данных. Первый день, наверное, немножечко было непривычно. Все последующие дни совершенно легко, каждый последующий день, так же, как прошедший. Все проходит шикарно. Перешагивая возрастную отметку 40 лет, организм постепенно перестраивается и готовится к работе в новом режиме. В этот период крайне важно прислушиваться к новым потребностям организма и корректировать свой рацион, чтобы перемены не сказались на качестве жизни. Владислава Витковская, Александр Панин, 41 канал. В колонию строгого режима в поселке Перелешино Панинского района злоумышленник пытался передать мобильные телефоны при помощи оригинального устройства. Сотрудники УФСИ наценили инженерную мысль изобретателя, но говорят, это вряд ли смягчит наказание. В поселке Перелешино находятся два исправительных учреждения. Колония поселения номер 10 и колония строгого режима номер 3. 5 марта сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказания рядом с колонией номер 3 заметили подозрительного мужчину. Как выяснилось, это был 43-летний житель Боброво. В его автомобиле при обыске обнаружили самодельную трехствольную катапульту, стреляющую при помощи сжатого воздуха, и несколько свертков, в которых находились мобильные телефоны. По мнению представителей УФСИН, при помощи устройства задержанный собирался передать мобильники осужденным, буквально обстреливая ими территорию колонии. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном нарушении, по которому предусмотрен штраф до 5000 рублей с конфискацией незаконной посылки. На этом дело не закончилось, и уже через несколько часов сотрудники компетентных органов заметили снова подозрительный автомобиль рядом с колонией. На этот раз при обыске у водителя были изъяты два пакета предположительно наркотических веществ. Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Елена Цветкова, 41 канал. Крупный пожар произошел на рынке Южный в микрорайоне Машмед. По словам очевидца, опубликовавшего видео в интернете, возгорание произошло около 17 часов. По информации регионального управления МЧС, сообщение на пульт дежурного поступило в 16.49. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горит одноэтажное здание, расположенное на территории рынка. Огонь охватил кровлю, в результате произошло обрушение крыши площадью 150 квадратных метров. Из-за сильного ветра на ликвидацию пожара потребовалось почти два часа. Обошлось без пострадавших. Специалисты выясняют причину возникновения возгорания. Елена Цветкова, 41 канал. Пробежка подростков по машине на площади заставы не заставила долго ждать результатов. Еще на днях видео появилось в сети и вызвало широкий ажиотаж. Напомним, в понедельник на улице Плехановской на пешеходном переходе подросток ради эффектного видео прыгнул на остановившийся на красный свет автомобиль, пробежался по лобовому стеклу, крыше и спрыгнул с багажника. За эту проделку родителям парня придется теперь заплатить 44 тысячи рублей. Они сами вышли на связь с пострадавшим водителем. Владислава Витковская, 41 канал. А теперь о погоде в Воронеже и области. 7 марта в регионе будет пасмурно. Ветер юго-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в Борисоглебске плюс 9 градусов. В Рамоне и Семилуках плюс 10. В Хохле и Нижнедивицке 11. В Боброве, Бутурлиновке и Лисках 12 градусов. В Богучаре, Острогожске и Павловске 13. В Россоше плюс 14. В Воронеже плюс 11. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Православная церковь 7 марта чтит память преподобного мученика Маврикия Апамейского. Во время гонения императору донесли языческие жрецы, что Маврикия распространяет христианскую веру. Святого вместе с сыном и подчиненными воинами немилосердно били, терзали железными крючьями и жгли огнем. Но даже казнь сына не сломила Маврикия. Тогда мучеников отвели на болотистое место, где было много комаров и ос, и привязали к деревьям, обмазав медом. Насекомые жестко жалили мучеников, их томили голод и жажда, но святые не переставали молиться и славить Господа. 7 марта именины празднуют Афанасий, Степан, Андрей, Виктор, Иосиф, Федор, Владимир, Николай, Иван и Сергей. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени. А также на нашем ютуб-канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Редактор субтитров А.Семкин